Итак, друзья, и снова доброго дня, и снова Наташа спасает мир, да. Давайте посмотрим сразу её мудлеты, пока она спит. Грязные руки, грязь, усталость, ну, вполне себе постапокалиптические мудлеты, одиночество, уверенность в себе, ну и вот это странные мысли о рождении ребёнка. Посмотрите, все потребности, абсолютно все шкалы, кроме шкалы питания, у неё низкие. Но, так как у нас есть шампунь, мы можем себе позволить быстро искупаться в душе. Да, сейчас мы это сделаем, благо шампунь у нас пока в избытке. А куда мы скидываем? А, да-да-да, я же добавила ещё на этот лот объект. Посмотрите, вот это ведро, в которое сбрасывается грязная одежда вместо пафосной корзины, да, для белья. Так что мы теперь ещё и бельё будем стирать. Только вот вопрос в том, где, потому что вот эта верёвка явно декоративная. То есть вместо неё нам нужно будет поставить, видимо, обычную верёвку, да, которая есть внутри самой игры. И непонятно, чьи игры, чьи портки здесь вообще висят. Ну что же, я думаю, что остальные потребности мы особенно восстановить не сможем. Ну, может быть, ещё поспать, разве что лечь там на пару часов, да, чтобы быть пободрее. Я думаю, что первую половину дня, утра, да, дня, говорю, мы немножечко продолжим изучать наш сломанный автомобиль. А потом уже отправимся опять на поиски полезных предметов. Ну, потому что, вы сами понимаете, да, для того, чтобы даже если мы прокачаем чудесным образом вдруг механику до уровня 6, мы всё равно нифига не сможем сделать. Кстати говоря, у нас лето, и я хотела бы проверить кое-какие настройки игры. Я здесь кое-что поменяла, добавила автовзросление. Только это семья, и да, теперь принцессы в проекте «Принцессы вне закона». Когда я за них играю, тоже всё-таки будут взрослеть. Посмотрим, что из этого получится. Я думаю, я дала им хорошую фору, да, для старта. И теперь уже можно включить возраст. Слушайте, это прикольно. Главное, играть за них примерно поровну, чтобы не получилось, что кто-то у меня постареет быстрее, чем все остальные. Ну что же, Наташа всё ещё изучает этот автомобиль. А второй день она смотрит на него, а может быть, даже уже и третий, и не может понять, что у него отвалилось колесо. Это, конечно, очень-очень-очень тяжёлый случай. О, боже мой. Ну, может быть, мы сегодня уже закончим его изучать. Так, вот нет. Изучаем автомобиль, никакой гитары. Наташа знает достаточно о транспортных средствах, чтобы начать ремонтировать их. То есть мы можем теперь, наконец-то, заняться ремонтом. То есть мы два часа смотрели на эту машину для того, чтобы, наконец, понять, что всё-таки её нужно ремонтировать. И сейчас вот у нас, наконец-то, качается навык механики. Друзья, посмотрите, а не автомеханика, которая при изучении автомобиля прокачивалась, а сама механика. Это очень круто. Хотелось бы максимально прокачать, ремонтируя машину, этот навык. Потому что он нам понадобится в дальнейшем, конечно, для ремонта вышки. Но у меня такое иногда ощущение, что до ремонта вышки мы вообще никогда не дойдём. А кто это бегает здесь? Давайте посмотрим. Это кто? Это енот? Слушайте, это енот? Это какая-то дикая собака вообще. Что это за животное? Фергус пожилой. Ладно, окей, хорошо. Пусть бегает Фергус пожилой. Это странно, но пусть он бегает здесь. Он вроде как не мешает особенно. Да, я смотрю, что пока мы чиним машину, совсем Наташа у нас потерялась. Она не хочет жить без общения с другими персонажами. А ну блин, дорогая моя. К тебе никто не приходит, никто не хочет выходить на улицу. Телефона у нас нет. Что такое? Что такое происходит? Жажда. Нужно скорее попить. А где? Эээээ, а где вода? Мы же вроде нашли грязную воду. Не понял. У нас нет воды? Ааа. О боже мой! Давайте срочно отправимся на поиск припасов, а то мы только так и помереть недолго, в общем-то. поиск полезных предметов ты что пижамки пойдешь предметы искать полезные а как так то ну опять же будем считать что если в пижамке то что мы ищем их где-то здесь на домашнем лоте да ну понятно конечно что вряд ли мы куда-то бы отправились пижаме еще и мы нашли грязную воду и можем ее выпить и после этого конечно переодеться тоже можем было бы неплохо бы да разводит она руками здесь мне а вообще температура воздуха жаркая тепло ну может быть и так нормально что жажды мудлет убрали да и посмотрите каждые четыре часа получается нам необходим новый напиток а потом жажда возвращается снова может быть еще сразу поищем предметы мы нашли коробку с крышками это классно но к нам все равно не может прийти торговец и нашли газовый баллон нас уже целых два газовых баллона шикарно но продолжим работу над автомобилем а в чем прикол а когда ну я тестировала за кадром да немножечко всю эту историю когда автомобиль починен на нем за одну вылазку персонаж может привести гораздо больше припасов ну потому что что естественно конечно на машине да это не просто да он там в рюкзачке в карманах что-то принес но что мне непонятно до этого у нас прокачивалась механика да а теперь вот второй раз мы нажали на автомобиль продолжили над ним работу и вместо механики у нас почему-то опять автомеханика прокачивается полезный навык освоение автомеханики также даст возможность модернизировать свои транспортные средства ну классно конечно что мы потом сможем это все модернизировать но извините а механик нам как прокачать может быть книгу хотя бы по навыку где нибудь мы отыщем хотелось бы и посмотрим как дела здесь с ульем о собрать мутировавший мед да это следующее чем мы займемся когда нам надоест возиться с машиной пойдем собирать мутировавший мед сушки мы усердно лупили по машине наверное часа два-три так точно и посмотреть почти у нас уже докачалась полосочка достигнут третий уровень навыка автомеханики наташа изучает все тонкости ремонта транспортных средств она получит положительный эффект от работы с транспортом ага то есть теперь ее транспорт будет заряжать энергией но мы хотим кушать у нас изнеможение и грязные руки елки-палки мы никогда не починим эту машину давайте соберем мутировавший мед потому что ну как я уже сказала мне прямо интересно посмотреть что же это такое мутировавший мед конечно же у нас нет никакой снаряги пчеловода по умолчанию что ты разводишь руками ты не хочешь мед собрать мутировавший или не можешь может быть я плохо поставила этот улей надо его пододвинуть да нет там ничего в телефоне твоем не работает твой телефон чем он отличается от обычного насколько я поняла когда я читала описание модификации что этот мед каким-то благотворным образом помогает персонажем а пережить зиму ядерную зиму но ведь здесь как по мне все бутылочки обычные да я не вижу чтобы он чем-то отличался сильно даже странно куда-то понесла тарелку а вот здесь есть веревка для белья нормальная а я-то думал ее здесь нет а убрать это нельзя выбросить зачем ты положила здесь зачем ты мусоришь на собственном участке выброси это она вообще не в настроении просто категорически так и у нас потребность в общении досуг и бодрость да бодрость почти на нуле блин это очень плохо и скоро будет жажда ну нужно сходить на поиски воды елки-палки так чего ты тут давай на поиски воды сходим ты будешь пуссор убирать или что так только закончим пойдем на поиски воды нет прикольно знаете такое впечатление что играешь в какое-то отдельное дополнение sims потому что ну сами знаете что когда разработчики выпускают для нас какой-то контент кроличьими норами там всякими пещерами да с рандомными энкаунтерами которые выскакивают уже никого не удивишь то есть если бы во время вот этих вылазок выскакивали еще какие-то сообщения что допустим персонаж там кого-то встретил в пустоши да и что там произошло был бы вообще просто топчик мы нашли две коробки с крышками это конечно шикарно что мы нашли коробки с крышками нам не с кем торговать поэтому классно конечно но может быть все таки сходим еще раз и найдем воду наташ ты так помрешь знаешь ли дорогая моя воды то надо найти защита крышки то тащишь в дом воды найди иди тебе пить нечего но нашли воду аж целых две баночки одну грязную воду одну чистую это прикольно ну что ж теперь наверное можно и поспать да это наверное уже три или четыре игровых дня до получается что я вот этим всем занимаюсь и мы даже слегка пока не продвинулись слава богу что у нас ядерная зима как бы задержалась немножечко да и сейчас идет лето и все более-менее то есть нет никаких там опасных для здоровья кислотных дождей и прочих вредных условий то есть мы в общем то как сыр масле можно сказать катаемся а бодрость кстати говоря заметила восстанавливается довольно таки медленно и чем связано я пока понять не могу надо поесть давайте поедим мед мед поедим посмотрим мудлеты сразу может быть что то новое появилось не только пока уровень общения наташа огорчает что она одна дорогая моя чтобы не быть одна так как соседи твои себя не приняли в свое маленькое поселение с барной стойкой где они в общем то прекрасно проводят апокалипсис побухивая запасы коктейлей я думаю поэтому они не взяли туда наташу потому что на самом деле им как бы сами маловато да еще кого-то там поить угощать им это совсем не интересно они не заинтересованы в этом иди 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 в туалет иди сходи ну что же что там у нас жажда не появилась еще что это мутировал съеден мутировавший мед мед и так вкусно но ядерные осадки придают ему приятных привкус боже а у нее не будет последствий никаких от того что она жрет мутировавший этот мед нет наташа давай продолжим работать над автомобилем если у тебя сила энергия пожалуйста давай потратим их на что-то полезное ой яйца испортились яйцо протухло ну и соответственно ускоримся пока мы чиним автомобиль есть у меня знаете друзья такое подозрение что для того чтобы автомобиль починить полностью нужно наверное чтобы вот этот кружок дошел до конца я не знаю сколько уровней автомеханики наташа поднимет работая над автомобилем по несколько часов прежде чем он окажется починенным но я очень хочу чтобы вот именно вот в этой серии мы с вами тоже увидели поэтому конечно я буду много много разного вырезать чтобы показать в чем отличается вылазка на вот этом автомобиле от вылазки пешком смотрите наташа всегда может быть наташа всегда может быть масло где-то на ней но она знает достаточно чтобы теперь выполнять задачи связанные с автомобилем намного быстрее ага то есть ремонт пошел быстрее да окей что здесь питание бодрость гигиена все потребности опять упали ужас но мы не сдаемся мы починим этот автомобиль смотрите она уже четыре часа его чинит да четыре часа на его чинит сейчас будем сразу кушать когда закончим почти чуть-чуть осталось все да у него колесо смотрите появилось покушай дорогая попей мед попей воду у тебя нара жажда да и жажда попей воду ты молодец ты починила автомобиль не может быть смотрите на такие лицом типа да ладно но тем не менее слушайте это классно наконец-то теперь машина исправна видите мы можем отправляться на ней на вылазки и охоту в результат чего время в пути сократится а вы сможете взять домой больше добычи тебя что ты мед съела тени помогло что ли мед не закрыл потребность еде давать сидим кекс о куши куши дорогая давай ты все можешь а мне вот что интересно знаете когда мы сможем наконец-то приглашать к себе выживши каким образом это будет происходить будут ли к нам приходить симы которые будут генерироваться ну игрой да или допустим через библиотеку загружаться к нам ой пупсик прости вот я мой очень к мама ногу поставила на кота вот или же это будут симы которые уже есть в этом сохранении там всякие стремные зараженные даже не знаю даже не знаю как это все будет реализовано аккуратно мыться пошла а как она мыться будет какое действие у нее а быстро ополоснулся в прохладной воде видимо с использованием шампуня ну что жокий окей так и конечно же нам нужно отправиться на нашу первую вылазку на машине наташа вылезай из ванной я как все понимаю но все хорошего понемножку хватит расходовать воду у нас так нифига нет наташа нету суши она там застряла что ли выходи из ванной все и давайте отправимся заправим газом нашу машину да у нас же есть канистры есть и отправимся на машине на вылазку наконец-то а как мы будем заправлять анимация для этого к это будет или нет я кстати что-то не могу вспомнить а с какого места ты пошла заправлять машину я не поняла и газом заправлять а анимации не будет потому что командному центру это не нравится анимация очевидно он не дает ее запустить ну ладно мы переживем это главное что машина заправлена газом и поехали на поиски мусора и смотрите до 8 выживших может отправляться в пустошь на машине ого до 8 выживших а если машина маленькая что тоже 8 человек друг на друге и куда они припасы извините возьмут смотрите что мы привезли механика том-1 ура дышите глубоко книга самопомощи военные сухпайки что за запах журнал еще один и два две канистры с бензином а воды ты не привезла езжай еще еще и же где вода то прикольно что машина исчезает тоже когда мы отправляемся на ней в пустоши таинственный журнал военные сухпайки механика том-1 опять ягода жвачного растения еще один журнал и у . ты чё издеваешься надо мной ты издеваешься надо мной у позже ну иди поспи не ну . это конечно шикарно она конечно безусловно нам поможет в ванной хорошо проводить время когда у тебя будет доступ к нормальной воде но дорогая моя у . это классно но нужно вода вообще где у нее вода она же привезла чистую грязную я не вижу воды ты нет а жажда того и гляди случится и подъем еще и ягоду жвачного растения привезла но это конечно классно мы можем посадить и вырастить вот это растение мутанта но вопрос и не в этом вопрос и не в этом вода то где кушать опять хочешь боже поешь что она хочет поболтать с этой соседкой да не о чем вам разговаривать с этой соседкой что что кушай соседка отказала от порога тебе не надо тебе с не болтать вот был бы у нас мод на оружие побить убить ограбить и все отобрать это да а что опять нужно заправлять машину датчик газа низкий о уж с какой заправим и поехали на поиски мусора что он привезли дезодорант печенье газовый баллон журнал мачете коробку с крышками да где вода то а если на охоту поехать на машине чё привезли ничего просто мясо еще раз на поиски мусора нам нужна вода и вот у нее жажда смотрите сушняк через 10 часов дышите глубже журнал а что за фигня и ни одной нет воды а как нам добыть воду только на вылазке и это не серьезно яблоко я думаю что можно посадить вообще вот здесь и может быть здесь потом будет какой-то яблоневый сад ну что здесь посадить яблоню ой чутка есть и я его могу посадить не могу господи пусть лежит тогда но я расстроена друзья вы знаете когда она кто это пиппинг пиппинг ну блин как без тебя апокалипсис то мы жили я расстроена знаете потому что ну блин как так то а просто через персонажа без машины может быть если ее на поиски отправить все может быть она тогда принесет воду потому что когда она ходила пешком она каждый раз приносила воду чё за ерунда конечно прикольно что она принесла кучу всякого припасов каких-то да и книжки по механике аж целых три принесла одинаковых но нам надо совсем не это ну опять не принесла слушайте у меня сейчас начнется паника 7 часов наташа ты не можешь остановиться сейчас итак будем считать что наташа у нас у меня целый день исследовала пустоши для того чтобы найти о мамальские какие-то полезные предметы и опять она нифига мне не принесла опять она не принесла воду я волнуюсь что она у нас просто умрет если она не найдет эту дурацкую воду меня разочаровала в этом плане машина смотрите через четыре часа через три часа сушняк детали для улучшения приборов она нам нашла это вообще нормально вот знаете если бы у реального человека да она была обезвоживание он бы безумно хотел пить вот чистая вода ура но нашла ее то он бы в первую очередь конечно искал саму воду и только потом да что-то еще другое но мне лично непонятно потому что я помню что было и грязная вода неужели мы выпили абсолютно всю воду которую мы нашли очень странно все у тебя прошел модель этот с водой что через семь часов то есть это одна банка она восстанавливает воду только частично елки-палки вот еще нашли воду давайте попьем и посмотрим насколько она нам уберет вот этот вот сушняк видите через шесть часов и сейчас посмотрим что поменять через 11 часов а и вот мудлет пропал ужас какой ужас какой мы пережили еще пару дней в апокалипсисе да потому что но видимо еще одни сутки а сейчас уже утро нового дня нам нужно срочно как-то разрулить с этой механикой со всем остальным ну потому что это просто не серьезно да я думаю что этой баночки знаете хватает на день на полноценный день но оказалось что нет то есть получается что каждая баночка там убирает мудлет на несколько часов к так скажем откладывает его появление это уж согласно это ужасно ой так давай открывай сухпай кушай вот что то мы там нашли какую-то еду в нем но проблему жажды как-то еще надо решать блин это реально проблема как-то можно наладить производство чистой воды в дальнейшем для того чтобы не нужно было постоянно вот эти искать в банке потому что посмотрите у нее опять уже сушняк ну что же я думаю что мы уже в следующей серии продолжим с этим разбираться честно говоря ну конечно если жажда будет настолько сильно влиять на игровой процесс и представляете если жажда такая будет у восьми там у пяти симов да одновременно это мы будем весь геймплей заниматься только тем что мы будем надо бывать в воду я думаю что можно будет периодически этот мудлет выключать и наверное в следующей серии я так и поступлю потому что посмотреть сколько еды мы нафармили да и сколько мы нафармили канистр газовых и конечно но это не серьезно но пока может быть и и не отключу посмотрим может быть мы со жвачным растением чуть решим да может быть там что-то можно же у жвачного растения помду бывает там молоко да может быть это можно пить вместо воды поглядим все увидимся с вами друзья в следующей серии с вами была кристина и пока пока пока